Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Эта история до жути простая и типичная. Крупные шишки решили кинуть самого простого и незаурядного инженера. Но нельзя недооценивать людей. Тот паренек оказался не таким уж и обычным и простым, как могло показаться на первый взгляд. Обидчики получили по заслугам. Ведь ему удалось наказать их как морально, так и материально. На одной небольшой фирме Олег работал инженером. Сидел в мроте. Остальные деньги получал в конверте. Довольно неплохие, кстати. Такое было и будет всегда. Он был добросовестным и ответственным работником. Даже мог задержаться допоздна, если не успевал что-то сделать. Когда надо, даже на выходные выходил работать. И совсем не возмущался, а с пониманием относился к задержке зарплаты. Работал он там себе нормально долгие годы. До тех пор, пока не поменялся директор. Бывший начальник отслужил свое, а заменил его один из родственников. На фирме тогда все стало совсем негладкое. Премии отменили, хотя успешность фирмы росла. Даже зарплату могли месяцами задерживать. Терпение у Олега лопнуло, когда накануне Нового года не то, что о премии забыли, совсем зарплату не дали. Он решил уволиться, так как понимал, что у него достаточно знаний, чтобы работать где-то еще. Пришел инженер к начальнику, объяснил все, мол, увольняюсь я. Того, кто придет на мое место, в курс дела в виду. Все расскажу, всю информацию, контакты и прочее передам. Директору это не понравилось, но заявление на увольнение подписал. Спустя две недели Олег выполнил все свои договоренности, даже более чем. Зашел в бухгалтерию, ему вручили только минимальный оклад и никаких конвертов, как обычно. Инженер начал возмущаться, работники только плечами пожимают. Пошел инженер к директору, а тот охрану вызвал, и пришлось ему уйти с пустыми руками. Прошел месяц, помощница директора увидела во дворе неприметную машину. Оттуда пять здоровых мужиков в камуфляже с автоматами вылезли, за ними двое в штатском. У одного папка, у другого ноутбук. Это приехали полицейские проверить фирму на нелегальные программы. И главное, знали, где искать. Там каждый компьютер во всех подробностях был описан. Полицейские на миллионов шесть софтов левых нашли. На следующий день налоговая пришла с проверкой. А ведь всего-то надо было инженеру его честно заработанные деньги отдать. И расстались бы полюбовно. А так теперь на карандаше у органов. Раз попались, теперь часто к ним будут заходить, так как склонны к преступлениям. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.